И снова всем привет! С вами Леторм. Мы продолжаем проходить игру Пиларсов Этернити 2 Дэдфайр. Как вы помните, ребят, в прошлой серии у нас с вами... Мы закончили историю на Пококахаре. Сейчас мы поплывем в Никитаку. Возможно, по пути немножко поисследуем, но совсем чуть-чуть. И в Никитаке мы зайдем все задания, которые у нас есть, после чего мы отправимся по тем местам, которые, как вы помните, мы с вами ставили записки, да, заметки оставляли. Потому что там может быть много чего интересного. Так, вот какой-то островок. А можем мы его назвать или нет, интересно. Вообще, смотрите, остров, на котором ничего нет. Странно, наверное, нет. Так, разрушенная башня. Ну, давайте заплывем. Вы видите на небольшом холме полуразрушенную башню из камня и дерева. Ее стены покрыты каким-то масляным налетом, а у подножия широким веером лежат кирпичи. Похоже, башню взорвали. Так, мы там, кстати, что-то нашли. Тут я синие. Ну, возможно, это ресурс. Я быстро прохватываю, успел заметить. Так, из наших врагов Мы никого не видим. Здесь его акула вон. Может быть, сейчас посмотрим, пока мы будем плавать, где она окажется. Так, вот. В принципе, она там же стоит, где и есть. Ну, давайте сплаваем по-быстрому ее. Убьем, потому что нам за это тоже в Никитаку нужно будет сдавать. Убьем, потому что нам за это тоже в Никитаку нужно будет сдавать. Так, куда она делась? Плываю вверх, что ли? Так, кто это? Выдавившийся капитан Оан. Мы не будем его трогать. Плывет свои дороги. А, ну, в принципе, она могла уйти куда угодно. Вот она. Ну, что ж, ребят, поехали. Капитан, нам приближается судно. Берем на абордаж. 21 единиц урона, паруса и единиц урона хомата. Может быть, нам придется в Никитаке пробыть несколько дней, чтобы залатать наши повреждения, если они автоматически не залатываются, потому что раны, как мы знаем, автоматически не лечатся. Но еще рано об этом говорить. Все-таки у нас впереди сражение. Капитан, нам приближается судно. Ну, что ж, поехали. Так, у нас тут по нам хорошенько прописали уже. Ну, ребята, тут хорошо воюют. Где сила, вон сама. Так, стоп. Смерть? Какая смерть? Один из ваших спутников погиб. Нет, ребята, никаких погибших спутников. Четыре травмы. Интересно. Это каким образом у меня спутник получил четыре травмы? Они те, которые на корабле, что ли, не отдыхают? Или... Или... Это матрос? Так, ладно, побежали. Это сили сразу. Парижина там воюет. Сама. Так, знаете, ребятки сейчас все тут загорят. Парижина уже кого-то развалить успела. Текеху не очень много за Текеху приложил. Все. Так, ну давайте посмотрим, что будет дальше. Это странно, потому что как бы управлять мы не можем этими всеми персонажами. Так, ну вроде бы здесь все нормально. Сейчас посмотрим, поймем. Текеху это, по-моему, игровой персонаж. Раненая команда. Малышка Леука. Текеху. Да, он же все нормально, к счастью. Ну, вот и отлично. Так, а теперь давайте посмотрим, что у нас там повыпадало. Вымпел, самострел, щиты всяческие, чешущиты доспех. И дальше уже пошла. Так. Куда питье? А где то, что для корабля? Или это только на корабле, наверное, да. Так, смотрите. Паруса, тролль его шва. Плюс 10 состояния парусов, плюс 5 скорость хода. Вот это вот неплохо. А у нас плюс 5 состояния парусов просто. Рыба-меч. Эмблема. Так, давайте воды добавим. Так, ну вот вроде бы и все. С ней мы разобрались. А что там с Бейной? Я помню, что у нас еще и Бейна. Награда за голову, Десива, Акула. Так, Пурунга. Видите, или Бейна мы уже прихлопнули. Награда за голову, Десива еще. Венсек Барати. Так, прищуда Беккарна. Она большая. И Корна. Ага, Бейна пока еще больше. А вот и Корна. Не Корна... Пока не встречали, видимо. Ладно. Так, чтобы мы туда заплыли. Немножко. Так. Снабжение. Давайте сначала закупимся. Парусы. Вот так. Плюс 10 метров скорость Б, плюс 15 в состоянии парусов, плюс 10 скорость хода. Неплохие паруса. Так. Теперь давайте продадимся. Теперь давайте продадимся. кирпича. Примарного торговцы этим продаем. гиморский это волшебный колен подъем я надеюсь что все эти гемары они одинаковые потому что если нет это будет грустно конечно стиле от логов фьюта а Хлопковая тканая парус Куда мы столько всего этого набрали, непонятно Большой счет отличного качества пока заберем назад, возможно пригодится Железные гранобои, пластничный доспех тоже Так, давайте посмотрим, давайте выйдем сначала на Прещал королевы, пускай будет дикая кобыла Вся эта погоня за Атасом, говорит Эдер В голову лезут воспоминания о войне святого Какие же? В основном о том, как все напугались Строили-то мы из себя смельчаков Все бахвалились, как поведем себя, когда садимся в битве с богом Он усмехается Как мы старались перещеголять друг друга в хвастовстве Жалкое было зрелище Даже наш командир говорил, будто бы ему ведомо множество способов Которыми при желании можно убить бога Только вот я сомневаюсь, что на самом деле он знал хоть один такой способ По ночам он так стучал зубами, что казалось, будто камни жует Он выжимает плечами Нас послали не за тем, чтобы убить этот Атас Ну, это наверняка его обрадует Может в награду он высосет из нас души не просто так, а осторожно Я хочу сказать, что почти любой станет трусом, когда ему приходится, точнее предстоит сразиться с богом И вот я снова в пути Иду навстречу с Атасом Он поднимает глаза Может быть, чтобы отдать дан внутренним звездам А может быть, просто закатывает Иногда я чувствую себя так же Не по себе и живот крутит Но все же чаще всего на этот раз все иначе Может быть, из-за тебя Последние слова, он почти бормочет себе под нос, не глядя на вас А, как это? Ну, для начала, ты не развалился на куски По крайней мере, снаружи Ты мог бы все бросить еще в Кайднуа Или даже в позолоченной долине Но ты идешь вперед, даже зная, что тебя ждет в конце пути И ты не забыл, кто ты такой Характер у тебя не самый простой, это правда Но ты вел нас по правильному пути Где-то в глубине души я иногда думаю Что нам не выбраться из этой передряги живыми И тогда я вспоминаю, как ты держался Даже когда было сложно А ты как думаешь? Мы останемся живы? Он задает этот вопрос с улыбкой Но улыбка быстро пропадает Я не знаю Я и сам думаю, то так, то эдак Каждый гигантский отпечаток ноги, на который мы натыкаемся Напоминает мне, что будущее может оказаться совсем не радостным Вполне может так случиться, что мы умрем здесь На другом краю света от тех мест, что я называл домом Эдер окидывает взглядом окружающий вас пейзаж И его глаза словно не находятся, что зацепиться Но если я смогу посмотреть на это так же, как ты То, быть может, это перестанет иметь значение Он коротко кивает Вам и его лицо, кажется, слегка расслабляется Хорошо, что ты был рядом Я говорю это искренне Не знаю, что бы было сейчас со мной Не пройди ты в тот день через позолоченную долину Но я хочу сказать тебе одно Я не из тех, кто раздает торжественные обещания Он кладет вам руку на плечо и смотрит прямо в глаза Но я готов сокрушить столько людей и чудовищ Сколько понадобится, чтобы вернуть тебе жизнь Даю тебе слово Улыбается краем быта и два раза хлопает вас по плечу с такой силой Что хлопки отдаются во всем вашем хребте А там, кстати, был вариант насчет чувств Вот, то есть, видимо Здесь это тоже практикуется Так, ну что ж, давайте смотреть Давайте смотреть с самого начала Он ждет в огне, понятно Награда за голову Децилия Его можно найти на верхнем этаже дворца В змеином венцернике Таки В змеином венцернике Таки Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! С Децилией покончено! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Так подождите мы же тут с минами Винсент точно должен с кем-то поговорить, давайте не спешить. Не в этой части, а с кем мы должны где поговорить, давайте еще раз посмотрим. Словия торговли. На причале королевы. Принца Руйхи это Матаро Козио. Причал королевы. Причал королевы. Имперский штаб Латунной Цитадели. От Сору можно найти Латунной Цитадели, управляющую Реваре, штабе Варянской торговой компании. Ну тогда все, Латунная Цитадель. Здесь получается нет, не с кем нам разговаривать. Какие-то моменты, когда становится очень много квестов в игре, сложно ориентироваться. Поэтому я не очень люблю классические игры с кучей заданий, побочные. Но в то же время, когда ты их выполняешь, испытываешь некое удовлетворение. Так, что ж, поехали Латунной Цитадели. Имперский штаб. Сейчас будем очень осторожно смотреть, что отвечать, чтобы не навлечь на себя проблемы. Причал королевы. ПОТПИШИСЬ! Причал королевы. Соборная. Соборная у нас что делает? Так, здесь, короче, товары для нас. Не хотят продавать. Так, Азануи. Не помню, нужно с ним разговаривать. Как я понимаю, это здесь не просто так. Что это вообще было в Асангу? По его лицу пробегает тень удивления. Она хмыкает, чтобы скрыть его. Вот уж чего в Роатай предостаточно, так это селитры. И мы глубоко уверены, что имеющиеся ресурсы нужно использовать. Теперь ты понимаешь, почему мы не хотели, чтобы в Альянсе отирались поблизости от нашего форта. Тебе удалось добыть фруктовую корзину королевы? Ее лицо мрачнеет и она затягивается. Все понятно. Она зло отдыхает, выпускает дым сквозь звук. Так, подождите, что не здесь тоже? Давненько мы, ребята, с вами здесь, конечно, не были. Атсендант, ступень вниз. Ну ладно, пойдем. Вниз сначала. Атсура. Чистых небес тебе, Летор. Он наклоняет голову и смотрит на вас, не моргая. Я восстановил сияющую адру на Пококахаре. Это объясняет слухи о том, что в Альянсе собирают силы на причале королеву. Я надеялся, что ты их остановишь. Выражение его лица не меняется, но вы чувствуете разочарование. Словно вокруг вдруг стало холоднее. Я не работаю на тебя, Атсура. Блин. Он надолго замолкает, изучая вас. Кажется, я забылся. Прошу меня простить, Алиторн. Я вовсе не хотел навязываться тебе. На его невыразительном лице появляется улыбка. Такая же неожиданная и неуместная, как огненный вихрь в тундре. Как бы то ни было, меня больше интересует сообщение о том, что бури вокруг острова утихли. Что тебе известно об этом? Сложив руки за спиной, он придвигается бежит вам. Адру испортил сгусток ауры. Когда я убрал его, бури прекратились. Пусть мы и ожидали другого исхода на Пококахаре, но твои наблюдения оказались во много раз ценнее. Вот, возьми. И вспомни об этом в следующий раз, когда мы позовем тебя. Он отдает кошель, но его глаза рассеянно смотрят сквозь вас, словно он до сих пор обдумывает сказанное. Мы давно подозревали, что бури вызваны какой-то неестественной причиной, но у нас не было доказательств. На его губах играет улыбка игрока, подсмотревшего следующие три хода в партии в Азотогу. Роатай терзает ужасной бури. Ты думаешь, что тут может быть связь? Да. Если у штормов, мучающих нашу родину, такая же неестественная природа, то, может быть, их тоже можно остановить? Он поднимает на вас глаза и в них горит устремленность. И если это действительно окажется так, то нас ждет еще больше работы. Работы, с которой ты сможешь нам помочь. Он снова замолкает и пристально смотрит на нас. В конце концов, кто-то должен поддерживать мир в эти беспокойные времена, верно? Он улыбается, демонстрируя все свои заостренные зубы. Что ж, как бы то ни было, сейчас Хазану ей нужна твоя помощь в одном важном деле. Ее кабинет на первом этаже, за большими двойными дверьми. Не пропустишь. Он немного хмурится. Вы не похожи на других служащих королевской компании Архипелака. Что ты имеешь в виду? Его глаза внимательно смотрят на вас, на них не отражаются никаких эмоций. Вас сложно прочитать. Результат многих лет упражнений. Только так, я смог победить Кару Нуи в Азотогу. Ну, короче, понятно. Хорошо, так, с Азорой мы поговорили. Сейчас поговорим с Хазануей. И не работайте с Азорой. Сейчас поговорим с Хазануей. Си-акий.. Получается, видите, у нас как бы не было выбора ничего сделать. Только в том моменте, когда мы уничтожали и уничтожали. Но вроде бы мы с ними дружим. Азору говорит, тебе удалось усмирить все в буре по Какохара. Она с интересом смотрит на вас, почесывая подбородок, ну, что кон трубки. Так и задумаешься, какие тайны скрывает ступа Ондры. Она ступо умерет Она задумчиво затягивается И зачем ты это говоришь? Она усмехается и дымок трубки закручивается в маленькие вихри Что ты за путешественник, Алито? Только не говори, что ты никогда не засматриваешься на горизонт и не гадаешь, что там дальше И не рассматриваешь надпись «Не входить как личный вызов» Она лукаво улыбается Ее широкое лицо в этот момент словно молодеет Невозможно «Так держать!» Она хлопает вас по плечу деревянной ладонью Нас, Роуатай, создали бури Это они сделали нас суровыми, целеустремленными и изобретательными Однако есть и другая сторона Нам приходится покидать родной дом и семьи в поисках пропитания Только подумай, чего мы могли бы добиться, если бы сумели усмирить эти шторма Она смотрит на вас, ожидая реакции Думаешь, ступиондры есть что-то полезное для тебя? Почему нет? Не верю, что тамошние бури естественного происхождения Слишком уж они яростные, слишком постоянные Она взмахивает руку в сторону окна В зрении движения протягивается тонкая струйка дыма История с Поко Кахарой тоже указывает на то, что за такими бурями может стоять нечто любопытное Впрочем, достаточно Она разгоняет скопившись между вами дымок Отцор сказал, тебе нужна моя помощь И это еще мягко сказано Она шлепает трубкой по деревянной ладони Из-за беспорядка Васонга нам пришлось отправить в Руатай больше кораблей, чем планировалось У наших берегов бушует шторма и часть нашего флота задерживается У нас здесь буквально руки связаны Они довольно сжимают губы Что от меня нужно? Нам нужно забрать некий груз и доставить его в наш порт на Саюке Мы договорились с капитаном по имени Видла По ее лицу пробегает тень недовольства Найди ее, забери все необходимое и доставь груз на Саюку Там идет разработка нескольких проектов, а руководит всем Акаем Она задумчиво затягивается и поднимает на вас глаза, явно решая, что вам сказать дальше Она одна из умнейших уроженок Карауатай Не сомневаясь, вы с ней поладите Она едва заметно приподнимает брови, выдавая тем самым, что находится это забавно Сейчас большая часть ее работы остается тайной Но, возможно, она все-таки намекнет тебе, что у нее есть в запасе А Видла и ее команда, кто они? Надежные моряки Ходят на быстром корабле и не задают лишних вопросов Она сжимает зубы на трубку Серафен Видла ходит под флагом Принчипи, но иногда поднимает и чужой флаг Свежая кровь Как и добрая половина обитателей этих островов Она качает головой Я знаю, что у тебя уже были конфликты с Принчипи Пожалуй, Видла хорошенько подумает, прежде чем переходить тебе дорогу А, что за товары? Это будет проще объяснить Акае Она выдыхает облако кустого дыма Она не отходит в глаз, но дым такой плотный, что на секунду вы перестаете друг друга видеть Почему-то не отправила команду Видла на Саюку Она смеется, но странно, будто стонет Скажем так, не хотелось приглашать их в порт, где мы разрабатываем новые технологии Они контрабандисты Как и добрая половина обитателей этих островов Она качает головой Я знаю, что так Если это так важно, я все сделаю, что дальше? Видла согласилась на передачу в море подальше от самых загруженных маршрутов Она будет на карте зону к западу от Никитаки Вот то, что ей присчитается Это уже обговорено Она передает вам кошелек Акае позаботится о достойной оплате твоих услуг Только доставь ей товары Она с вами вообще смотрит на вас Такие вещи лучше всего делать быстро и тихо Я рассчитываю на твою знаменитую скрытность Прошу прощения Чистых небес тебе, Ритон Ну ладно Важное дело Теперь у нас осталась Вариантская торговая компания Вариантская торговая компания Короче, осталась только Вариантская торговая компания Вариантская торговая компания Эдер с Зоти тут о чем-то разговаривается. Ну, привет, Зоти. Тебя все еще мучают те видения, говорит Эдер. С видениями я как-нибудь разберусь, будь они к добру или худу. Что меня мучает, так это не знание. Что будет, когда я предстану перед своим богом и узнаю его замысел обо мне? Что, если все не так, как мне кажется? Да, я тоже об этом долго думал, но только меня пугает его замысел о нашем мире. Что бы ни случилось, мы встретим это вместе. Это правильно, ребята, мы встретим это вместе. Подождите. Где у нас? У нас же штаб в Альянской компании на причале королевы, насколько я помню. А, по-моему, внутрь мы попасть там не можем. Странно. Продолжение следует... Продолжение следует... потом еще наверно наведаемся в гильдии заклинатель воды посмотрим что там наверное какое-то задание внутри локации поэтому чтобы далеко от ники таки же нет опять же мы выполним его заодно может быть кстати это глюк то что мы не можем в штаб перейти потому что это помните вот были моменты когда русский перевод был как-то не очень к месту то есть не вмещался всегда так ну и не да а ч мой милый корсар есть новости и не складывает руки на груди и кивает я разделался с десилой акулы был фото наконец-то наши разведывательные корабли смогут спокойно выходить в море это практически бесценно она покряхтовая поднимает мешок с монетами ставят его вам под ноги три с половиной тысячи боюсь с твоими стараниями все блохи пившие кровь причала королевы истреблены более мне нечего тебе предложить помедлив и не протягивает он свою руку неловко улыбается склоняя голову на бок пожать и руку приятно было сотрудничать и нет а может быть час типа ночи из-за этого как там ждать все же не помню да то нужно было вот так получается у нас остался только один человек который нам заказа дает или два потому что у нас же помните там и корна еще есть с кем мы тут должны поговорить зал ожидания койки стражников кабинет управляющие думаю что наверное вы в альваре прекрасно вот и вы надеюсь дорога была легкой альваре поднимает взгляд в бумаг и вы чувствуете что все внимание посвященного я нашел живу адрес пожалуйста не пускайтесь пока в подробности идемте со мной директор кастал хочет лично выслушать ваш рассказ интересно мужчина который поднимается чтобы вас поприветствовать напоминает аккуратного ученого линзы в тонкой оправе на его носу который он поправляет только подчеркивают это впечатление мужчина сводит руки и улыбается вам одновременно бежево вежливо и облегченном альваре сообщила что вы любезно согласились позаботиться для нас отдельно по кахаре надеюсь вы пришли с хорошими новостями как много трупов ради одного пригодного адрес толпа здесь то стола одаревый столб оказался испорчен и я смогу восстановить так как много трупов давайте как много трупов конечно это ужасная цена но мы по крайней мере потеряли не все а дровая жила такого размера очень поможет нам вновь встать на ноги а команда безо и остальные они погибли в разваленных попах ахара не смогли справиться защитой печальный конец для столь устремленных личностей как удачно что ты выжил и смог рассказать их историю думаю дальше разговор поведу я альваре агрочима нам с хранителем нужно обсудить еще кое-какие дела да и будь добра заплати ему за труды альваре молча дает вам кошелек коротко кланяется и разворачивается чтобы идти прочь вы получили тысячу семьсот мейтинг я подумал что лучше будет поговорить с вами лицом к лицу здесь на архипелаге не так много хранителей особенно таких у которых столь увлекательное прошлое я много прочел о вашей работе с рыцарями горна в бухте непокорности и их экспериментах и я думаю что мы с вами можем предложить друг другу нечто такое чего не найти больше нигде валианская торговая компания ведет дела на этом острове уже почти сто лет у нас самый большой флот во всех морях поддержка богатейших из мужчин и женщин что может предложить вам королевская компания архипелага солдатское жалование чтобы надрывать спину ради обогащения далекого короля а королева место в племени каханга среди таких же отверженных все эти годы выжили освободившись из кастовой системы неужели вы хотите вернуться к ней я могу дать вам деньги славу конечно же но здесь в компании мы ставим перед собой амбициозные цели если бы я хотел предложить вам должность инспектора падре то вами занималась горе варе я не ищу работу да я понимаю но если вы согласитесь заключить временное партнерство то уверяю результаты вас не разочаруют аванпост в никитаки есть уволянской торговой компании уже почти сто лет но лишь два года назад мы открыли эффекты сияющей адры с помощью анимантов и нескольких хранителей флауны элит продолжает изучать потенциал сияющей адры в самых разных областях для чего ограничиваться продажи адры как предмета роскоши когда мы можем использовать ее чтобы изменить мир впрочем вы все это понимаете и сами лет сообщила что вы принимали участие в ее последнем эксперименте я слышал что первая попытка вышла весь вышла весьма драматической впрочем у лет порой любит приукрасить детали но я хотел бы выслушать и вас как все прошло моя душа отправилась туда в одной из владений реморгандах осторожнее такими разговорами вы приведете жрецов ярость общение с богами и хвощина несмотря на легкомысленный тон каста глядит на вас с мрачным сочувствием околосмертные переживания не совсем то чего мы ждем от работы лет я рад что вы уцелели исследование лет пока еще на совсем ранней стадии несмотря на нынешние неудачи у них большой потенциал но знаете что это только самое начало заря новой эры открытий только представьте кастал раскидывает руки его глаза за очками ярко горят неподельным энтузиазмом представьте что мы сможем перевозить товары и разумных быстрее чем на любом корабле или лошади лечить любые недуги может быть вообще избавить мир от болезни мы продлим нашу жизнь на десятилетия а когда-нибудь и на века все это результат трудов одного аванпостов а я хочу чтобы вам просто были десятки сотни аниманты работающие вместе ради улучшения наших жизней взгляните что мы оставили за своей спиной старая вайлия это поле битвы она ведет нескончаемую войну сама с собой но из этого прошлого поднялись республики и мы можем подняться еще выше а делая это мы поднимем с собой всю иору а если нравится мир таким как он есть ни один у она не будет тосковать по чуме или безумию да что там им возможно даже понравится то что анимантия сделает для кастовой системы но я уже сказал достаточно пожалуй даже слишком много будут и новые эксперименты а до тех пор мне нужна помощь с более приземленным заданием ничего такого что подвергало бы опасности ваш дух никитаки изрядное количество контрабандистов вряд ли этим можно кого-то удивить но нам стало известно об одной торговой операции которая будет иметь последствия куда более тяжелые чем несколько испорченных крестьян у она нам стало известно что сотрудник королевской компании архипелага по имени кварна тайно встречается с принципи вряд ли он действует с одобрения начальству его контракт с принципи некая туэла известная пиратка и контрабандист надеюсь вам не надо объяснять что союз между принципи и мошенником из королевской компании последнее что нам сейчас нужно у меня есть помощница женщина по имени бриться вы найдете ее в сияющей бане на возвышенности перики там контрабандисты обстряпывают свои дела она за ними наблюдают я обещал ей прислать помощь отыщите бриться она расскажет все что знает почему просто не сообщить об этом королевской компании архипелага возможно вы удивитесь но мы с командиром королевских шпионов не самых лучших отношениях я предпочитаю решать такие вопросы самостоятельно а вы даете возможность которой грех не воспользоваться если я буду в тех краях то сообщу я знаю по сравнению с тем с чем нам довелось столкнуться это дело может показаться незначительным но именно из-за таких нелегальных сделок мы до сих пор не смогли усмирить принципы ферком планка но позвольте им преуспеть и потопить еще не позвольте им преуспеть и потопить еще больше коров на был длинный разговор и мне честно говоря он не очень нравится вот этот персонаж биться важное дело получается все получается все ладно поговорить сбриться можно вообще конечно интересный момент то есть будут ли портиться отношения с одной из компаний если мы будем с другой да как бы дружить ладно давайте ка это задание последнее пристанище поговорить с главой гильдии так гильдия закинать или воды на возвышенности перики по моему это второй этаж сюда нужно внести интересно там помните кстати в задании было поговорить с двумя мы поговорили только с одним и тем не менее нам засчиталось все сегодня у нас получилась такая с вами не очень насыщенная конечно серия но зато вот сейчас мы можем явно наблюдать да как бы две противоборствующие стороны одни типа за прогресс науку и ну образно говоря аниманты конечно это не совсем научное дело в принципе можно какие-то параллели провести вот и вторые это получается местная королева до которая наоборот более таких вот традиционных взглядов наверно придерживается скажем так возвышенность перики гильдия загнать или воды почему-то она закрыта странно видите закрыта возможно из-за времени когда мы туда прибудем опять же но в прошлый раз штабе в альянской торговой компании там вообще этого не было а сейчас у нас еще игра почему-то подвисать стало интересно получается Никитака это единственный город большой в этом лока... в этой игре так вот точнее не локацию здесь на всем архипелаге мертвого огня один город интересно остальное все небольшие села а я то думаю чем почему моей одежде столько моря сожрала все лучшее между прочим что такое ты думаешь это из-за моего фонаря знаю тебе кажется это забавно но уже очень здоровенная здесь моль это божественный свет разгоняющий тьму конечно на него светаются лучшие некоторые штаны теперь просто неприлично носить на публике да да так где заканатели воды возможно кстати она заблокирована не потому что здесь что-то сейчас произойдет Не, смотрите, так зайти в неё можно Но, ребят, в любом случае Зайдём мы в неё уже в следующей серии Потому что данная часть У нас уже подошла к концу Вот, в принципе, сегодня мы продвинулись Продвинулись хорошо Правда уровень никто уже, как видите, не получил ещё Вот, до нового уровня Нам совсем чуть-чуть осталось Поэтому я думаю, что ещё пара заданий Мы возьмём новый уровень И попробуем снова наведаться в те места Про которые я говорил, что мы помечали в Никитаке Ну, а на сегодня это всё С вами был Элитон Спасибо за просмотр, ребят Пишите комментарии, оставляйте отзывы Задавайте вопросы Ставьте лайки под видео Подписывайтесь на канал Делитесь видео В социальных сетях До следующих встреч